МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подросткам помогут освоить азы профессии. В центре «Жемчужина» открыли специальные мастерские. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Требования к дорожным реагентам закрепили в новом национальном стандарте по зимнему содержанию дорог. Противогололедные материалы должны быть безвредными для ботинок, машин и людей. Следующей зимой городские службы будут работать по этим правилам. Как это делать, сегодня в Новосибирске обсудили дорожники и экономисты из Москвы и соседних регионов. Готов ли к этому наш город, узнал Александр Сульдин. Российским дорожникам предстоит работать по новым правилам. В декабре прошлого года ввели измененный национальный стандарт по зимнему содержанию улиц. В документе уточнили требования к противогололедным материалам. Если мы применяем противогололедный материал, на тротуарах был разработан показатель влияния на кожу обуви, чтобы мы точно исключили материалы, которые разрушают нашу обувь. Включен такой показатель, как свидетельство о том, что реагенты, к примеру, не влияют с точки зрения аллергии, либо не разъедают кожу. Такое впервые введено. Наш город уже работает по новым требованиям. Полностью отказались от обработки дорог и тротуаров смесью песка и соли. На большинстве улиц применяют дробленый камень в центре Академгородке реагент Бионорд. Производитель утверждает, он практически безвреден для машин и обуви. Он обладает также расширенным пакетом документов, сертификаций, в том числе связанных с гигиеной человека, институтом кожи и обуви. Поэтому Новосибирск и выбрали площадкой для обмена опытом. В Новосибирске мы собрались в первую очередь потому, что этот город уже имеет опыт перехода на новые технологии. Заменить песок и соль на улицах города решили два года назад. Весной от них много пыли. Тогда и начали использовать Бионорд. Постепенно определили его оптимальную дозировку. У нас были ошибки по прежним годам. Мы его очень много распределяли. Больше 40 грамм на метр квадратный. И получалась мокрость на дорогах, что вызывало негативные реакции жителей. Сейчас мы сократили распределение на метр квадратный. И сырости на дорогах нет. Совершенствование технологии продолжается. Сейчас изучаем опыт, где, на каких дорогах применение того или иного Бионорда более эффективно. Ну и, конечно же, постараемся расширить опыт внедрения в городе Новосибирске. Завтра участники конференции оценят работу снегоплавильной станции. И то, как сейчас выглядят улицы Академгородка, которые обрабатывают Бионордом. Александр Сульдин, Дмитрий Канн. Новосибирские новости. В Новосибирске могут ввести режим чрезвычайной ситуации для предотвращения паводка. В городе определили около 200 мест, где вероятность подтопления наиболее высока. В основном это низменности. Такие территории нужно очистить от снега в ближайшее время, пока не началось активное таяние. Сегодня готовятся документы и ближайшие два дня будут приняты соответствующие решения. С тем, чтобы использовать дополнительные ресурсы. И режим ЧС, он облегчает ситуацию, в смысле, с тем, чтобы избежать конкурсные процедуры, предусмотренные 44-м законом, чтобы непосредственно быстро, оперативно применять предусмотренные в резервном фонде деньги для того, чтобы ликвидировать опасность подтопления. Все крупные магистрали города, по данным дорожников, уже очистили от снега. В этом году от жителей поступило гораздо меньше замечаний и жалоб на уборку снега с проезжей части основных улиц. Совсем другая ситуация с внутриквартальными проездами и дворами. Чаще всего забылось снега в таких местах, отвечают управляющие компании. В тех дворах, где большая опасность паводка, обслуживающие организации также должны вывести снег. Приговоренные к обязательным и принудительным работам очистили от снега пешеходную дорожку на улице Лежена. Чтобы помочь с уборкой, администрация Дзержинского района предоставила трактор. Некоторые осужденные вышли на расчистку улицы добровольно, отработав наказание в другом месте. Подробнее Александр Потенихин. Путь к искуплению лежит через заснеженную дорогу. Осужденные к принудительным и обязательным работам расчищают от снега тропинку для пешеходов в Дзержинском районе. Сложилась такая ситуация, необходим ручной труд, где невозможно вот этот проход, его невозможно было чисто трактором одним очистить, да, и каким-то механизированным способом. Трактор может только помочь. И вот они, собственно говоря, оказывают нам помощь. Здесь те, кого в наказание за проступок отправили не в камеру, а на работу. Есть и такие, кто трудится, что называется, сверхурочно. Необходимое время уже отработали в другом месте, а сюда пришли добровольно. Некоторые осужденные готовы не просто отбывать повинность, но и помогать людям. Мы ездим на детдом, у нас есть подшефный детдом на Калининском районе. Мы всю зиму ездим туда, спиливали лес, убирали снег, то есть не только. На детские садики ездим, также помогаем. То есть это не единственная акция. Добрый год. Управление исполнения наказаний и мэрия договорились о том, что осужденные к обязательным работам будут приносить пользу Новосибирску. Например, сейчас они ежедневно убирают город. Осужденные к принудительным работам, которые сегодня здесь у нас находятся, это самый молодой вид наказания, он абсолютно недавно. И данное количество осужденных неуклонно растет. На сегодняшний день на территории Новосибирска, ты участка функционирующих исправительные центры, и открытие данных участков, оно будет увеличиваться и увеличиваться с каждым годом. Осужденные не только убирают снег. Летом они садят деревья, наводят порядок на кладбищах, красят памятники, помогают городским службам следить за чистотой на монументе славы. Тех, кто пытается уйти от выполнения трудовой повинности, ждет лишения свободы. Но, как показывает опыт, многие готовы работать даже больше, чем требует закон. Александр Потенихин и Денис Савинский. Новосибирские новости. Жительница престижного дома в центре Новосибирска борется с постоянными потопами в своей квартире. С приходом нынешней весны с чердака льет уже так, что ведра и тазы не спасают. В причинах разбирался Вячеслав Горчаков. У нас происходит залив. Это наш подъезд. Чем выше поднимаешься, тем заметнее капает с потолка. Стены в подтеках, ступеньки, как после дождя. А дальше еще хуже будет? Да, дальше будет еще хуже. Пожалуйста, потолок, стена. Квартира в 120 квадратов с некогда добротным ремонтом теперь походит на декорации к фильму в стиле нуар. Мебель убрали, электричество отключили, иначе замкнет. После регулярных потопов нет ни одной уцелевшей комнаты. Вот видите, вот она вода. И здесь все тепло по швам, по стенкам бежало, по верху, по каждому шву. Это сейчас все на буквы, в любой момент может потолок, он с плиткой упасть на голову. Вот, пожалуйста, видите, капли идут. Как раз это, ой, бочки. Где это? Где люстра? Эти ведра и тазы наполнились за ночь. Хозяйка квартиры Марина Галина рассказывает. Первые протечки начались еще 9 лет назад. Тогда ей удалось отсудить небольшую компенсацию от управляющей компании за испорченную мебель. В одиночку соседи остались в стороне. По-сильненько соседи, потому что получается у нас одна квартира на этаже, и вся крыша получается над моей квартирой. Им не течет на голову, они спокойны. Управляющая компания только положила баннер под дырявую кровлю и сбросила часть снега. Но сама крыша в аварийном состоянии. И в этом, как считает Марина, нет вины застройщика. Этот дом всего на 40 квартир строили в самом конце 90-х годов, то есть ему чуть больше 20 лет. Строили, как говорят жильцы, основательно. Ведь первыми новоселами здесь были крупные предприниматели того времени и работники администрации. Но снег вовремя не убирали, и с годами крыша прохудилась. Нужно срочно ремонтировать, но управляющая компания бездействует. Они должны были инициировать это обращение. Каким-то образом сдвинуть сроки проведения капитального ремонта той же самой крыши. И, насколько я поняла, вот собственница этой квартиры сказала, что на вопрос, почему вы этого не делаете, ну, мы не делаем. Руководитель управляющей компании «Эко-Плюс» обещает полностью устранить течь до середины апреля. Ну, понятно, вы течь устраните, а с ремонтом внутри квартиры. Дело в том, что сильно пострадало, это сразу видно. Будете ли вы компенсировать? Мы примемся за ремонт квартиры, да. Угу. Хорошо. Косметический ремонт квартиры будет выполнена. Чтобы полностью возместить ущерб, юристы советуют снова идти в суд. Перед этим потребовать проведения экспертизы или заказать ее самостоятельно. Причем спрашивать нужно не только за испорченный интерьер. Могут быть различные образовываться как мостики холода, так и точки росы, которые впоследствии превращают все стены, углы под обоями в плесень. Это, конечно же, для здоровья. Тем временем Марина Галина сейчас вынуждена арендовать жилье. Просторную квартиру в Тихом Центре выставила на продажу в надежде, что последствия потопов все-таки устранят. Вячеслав Горчаков, Алексей Андробаев, Новосибирские новости. С 1 апреля для получения водительского удостоверения сдавать экзамен на автодроме не придется. Этот этап упразднили. Теперь будут проверять только теоретические знания правил дорожного движения и умение водить автомобиль на улицах города. Те упражнения, которые выполнялись на площадке, они переходят в экзамен в условиях города. Обязательные упражнения будут выполняться уже непосредственно в реальных условиях. Если нам приходилось принимать три этапа, то сейчас мы уменьшили количество, и будет два этапа, что ускорит получение государственной услуги для граждан. На экзамен по вождению выделяют 30 минут. Сейчас сотрудники ГИБДД уже разработали несколько маршрутов по Новосибирску. На них новички будут демонстрировать умение управлять машиной. Преодоление горки, параллельную парковку и другие элементы, которые раньше выполняли на автодроме, включили в практический экзамен. Спрос на получение водительских прав в Новосибирске очень большой. За два первых месяца этого года выдали уже 4000 новых удостоверений. Вы слушаете радио «Городская волна» 101,4 FM. Радио «Городская волна» – все, чем живет Новосибирск. 101,4 FM. Подростки, оставшиеся без попечения родителей, смогут освоить азы некоторых профессий. В центре «Жемчужина» открыли специальные мастерские. Воспитанников научат ремонтировать автомобили, программировать, шить и готовить еду. При этом подростки сами выбирают, на какие занятия ходить. Анна Буянова расскажет подробнее. Наталья Булатова в центре «Жемчужина» оказалась из-за отчима. После смерти мамы он отдал девочку на попечение государства. Сейчас Наташа учится жить самостоятельно, осваивает профессию автомеханика. Я хочу получить права и в будущем, если у меня будет машина, их ремонтировать сама. Мне нравится здесь общение с мальчиками. То есть, если у меня что-то не получается, они могут всегда помочь. Я когда перебортула колесом, мне не получалось монтажку вставить в шину. И они мне помогали поднимать шину, чтобы я смогла правильно перебортовать колесо. На занятия Наташа ходит всего месяц. Другие ребята здесь уже больше полугода. За это время некоторые научились собирать и разбирать двигатель. Есть в центре и другие мастерские – парикмахерские, кулинарные и швейные. Воспитанники также осваивают робототехнику и военную подготовку. Учатся решать творческие задачи и работать в команде. Все это поможет им наладить самостоятельную жизнь. Дети сейчас окружены в детских учреждениях достаточной заботой. Но все равно они выходят в жизнь не слишком подготовленными. Потому что жизнь обрушивается сразу на них очень сильно. И не мне вам рассказывать, сколько ситуаций, когда человеческая жизнь ломается. И молодой человек или девушка идет не по тому пути. Работают в центре и с трудными подростками. В мастерских они находят дело по душе. Учатся строить планы на будущее и реализовывать свои мечты. Мастерские работают каждый день. И на сегодняшний день принимают участие не только наши ребята и нашего центра, а также продолжают посещать мастерские дети из замечающих семей. Это очень важно, чтобы процесс социализации шел. Мастерские для детей в центре «Жемчужина» открыли за счет фонда президентских грантов. В сентябре планируют подать еще одну заявку на конкурс. В этот раз хотят оборудовать сенсорную комнату и построить современную спортивную площадку. Анна Буянова и Данил Смирнов. Новосибирские новости. Ткать, строгать и сапоги точать. Музей Центрального района Новосибирска приглашает на новую выставку. Посетители смогут погрузиться в быт первых жителей Новониколаевска, подержать в руках инструменты и примерить на себя роль мастера-ремесленника. Татьяна Кияева познакомилась с традиционным укладом крестьянской жизни. Вот это мужская часть избы. И здесь мы представили те виды кустарных таких ремесел, которыми, в принципе, владел и владеет сейчас практически каждый мужчина. То есть это то, что он мог дома делать. Дома чинили старую обувь, меняли изношенные набойки на каблуках, ботинок надевали на лапу, сапожным молотком забивали гвозди. Хороший хозяин все мог сделать своими руками. Пока мужчины занимались плотненским делом и столярной работой, женщины пряли и ткали. Готовили еду, чтобы накормить всю семью. Овощи и мясо шинковали сечкой в деревянном корыте. Некоторые сейчас занимаются этим делом, то есть тоже пользуются, измельчают, допустим, тоже фарш, рубленный получается фарш. Они крутят на мясорубке. Самовары, ступки и скатерти с вышивкой. Некоторые предметы из прошлого сейчас снова входят в обиход. Многие из предметов, которые находятся в зале, они вышли из обихода относительно недавно, несмотря на то, что, казалось бы, уже вещи достаточно старые. Некоторые сейчас опять входят в моду, тоже ткачество, придение, русские печи и прочие вещи. Эти возвращаются, они снова становятся предметами повседневности. Выставка организована в виде интерактивной избы. Каждый посетитель может подержать в руках инструмент и примерить на себя роль мастера. Узнать, как работает ткацкий станок, освоить рубанок и фуганок, посмотреть на первую версию утюга. Раньше, отжатое вручную белье, наматывали на валик или скалку и раскатывали рубелем. Позже этот предмет использовали в стирке белья, а потом даже как музыкальный инструмент. Экскурсоводы расскажут гостям рецепты сибирской кухни, познакомят с русскими народными обычаями и приметами. Выставка будет работать до 6 июня. Татьяна Кияева, Дмитрий Канн, Новосибирские новости. Быть в курсе последних событий вам поможет радио «Городская волна». Частота 101,4 FM. А на сайте nsknews.info читайте о перспективах трамвайной концессии в Новосибирске. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин